Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я, все-таки успев запрыгнуть в пояс 25-летия, снимаю видео 5 языков к 25 годам. Сегодня я расскажу вам свою языковую историю, мы обсудим с вами, зачем вообще учить языки, как найти мотивацию, как начать, как не забросить. Поделюсь с вами своими инсайтами, связанными с триллингвальностью. Каждый день говорить на трех языках это довольно непросто, я расскажу вам, как это происходит. В общем, если тема изучения иностранных языков вам интересна, продолжайте смотреть. Итак, в настоящий момент я имею в своем арсенале, конечно же, русский язык. Это мой родной язык, я учила его с самого детства и знаю, надеюсь, до сих пор на очень хорошем уровне. Например, на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе у меня было 90 баллов, что достаточно много. Для меня это такая приятная галочка, потому что я всегда любила язык, не именно предмет в школе, но в целом я любила и писать, и читать, и мне всегда было это интересно. Второй по важности язык, который есть в моем запасе, это, конечно же, английский. Я училась в английской школе, это предполагало изучение языка практически каждый день, начиная со второго класса. В настоящий момент английский у меня, я предполагаю, на уровне где-то C1. В конце школы это было B2, но я точно уверена, что сейчас уровень намного-намного выше, потому что я общаюсь сейчас на английском каждый день, смотрю фильмы, сериалы, читаю книги. Ну, про книги мы с вами еще поговорим. Следующий язык — это, конечно же, французский. И это как раз третий язык, который я использую ежедневно. Французский я учила во французском институте. Об этом, кстати, есть видео на канале, и оно одно из самых популярных, потому что тема иностранных языков, видимо, интересует всех. Французский язык у меня официально на уровне B1, но, разумеется, за три с половиной года жизни в Бельгии уровень мой намного улучшился. Так что я думаю, сейчас это скорее уже в сторону B2 и C1. Кроме того, с сентября 2018 года, с моего второго курса консерватории, я пошла в языковую школу в Брюсселе. Эта школа, она вообще специализируется на преподавании французского и нидерландского языков, которые считаются официальными в Бельгии. Но так как в Бельгии вообще-то есть даже очень-очень маленькое немецкоговорящее сообщество, оно, собственно говоря, находится ближе к границе с Германией, официально этот язык также считается таким очень важным, и на него можно записаться и по очень низкой цене ходить на эти курсы. Воспользовалась возможностью и пошла туда учить немецкий язык, и два года я стабильно ходила на эти курсы. У нас были уроки по два раза в неделю, три часа. К сожалению, вместе с пандемией потерялся и этот курс, потому что я не могу по Зуму изучать язык. Наверное, при определенной доле концентрации и желания можно это делать, но мне просто не хватает терпения три часа сидеть у монитора два раза в неделю. Я не чувствую вот этой вот связи ни с другими ребятами, ни с преподавателем, у меня нет такой мотивации и такого желания. И, в общем, я завершила свой курс на уровне B1, но B1 у меня также есть сертификат о том, что немецкий у меня на уровне B1, достаточно высокий уровень. Я говорю на нем чуть-чуть хуже, чем пишу и читаю, но в целом я понимаю достаточно хорошо сейчас. Конечно, зависит немножко от диалекта. Бывает, что вот немцы или австрийцы еще... Да, вообще другой может быть диалект. Но в целом, ну, язык знаю. И последний язык, о котором я могу сказать, что я его знаю, это итальянский. Итальянский язык я учила сначала сама. Я готовилась к путешествию в Италию. Это было одно из первых таких туристических путешествий именно в Западную Европу. Это был 12-й год, мне было 17 лет. И тогда на телеканале Культура вышла программа Полиглот впервые, и они начали с английского. Но вот я попала именно на итальянский, и меня захватила эта программа, и я прямо всерьез записывала все, делала таблицу. У меня до сих пор есть эта тетрадь, даже здесь, в Брюсселе. И я очень любила учить этот язык, и мне хотелось приехать в Италию, в Рим, и там говорить, и хотя бы уметь заказать кофе, или где-то кому-то что-то ответить. Не просто see или no, но понимать и уметь составить какие-то фразы. Мне прямо очень хотелось, я была очень вдохновлена. И я могу сказать, что вообще-то все получилось. То есть я знаю, что вот в той поездке я вполне себе могла поддержать какой-то базовый разговор. Так что вот вам совет, если не знаете, с чего начать самостоятельное изучение, можно попробовать эту программу Полиглот. Я думаю, что все ее знают, уже они там выпустили и приложение мобильное, и материалы есть везде в интернете, так что проверяйте. Но я ссылку, конечно же, на Полиглот оставлю. А сейчас я купила учебник и стараюсь заниматься самостоятельно с переменным успехом, потому что у меня нет никакой системы, нет никаких курсов, педагога. Ну, сейчас мы об этом поподробнее поговорим, о том, почему важно ходить на курсы и иметь преподавателя, который может помочь, ответить на вопрос. Итальянский, я думаю, что у меня где-то между А1 и А2, но я очень хорошо понимаю его на слух, и именно чтение тоже могу прочитать, понять. Ну, это идет уже из-за того, что я знаю хорошо французский, а французский имеет одни и те же корни, и особенно вот когда ты видишь слова, ты легко можешь понять, что они значат просто по вот этим корням. Окончания могут отличаться, какие-то там дополнительные буквы могут быть, но в целом, ну, итальянский, я думаю, что если я буду прикладывать больше усилий, я быстро его выучу также и буду говорить на этом прекрасном языке. Вот такая у меня языковая история. Вообще так получается, что в течение всей моей жизни, вот начиная со второго класса, в моей жизни всегда был какой-то иностранный язык, причем он не просто был, он был в какой-то системе. То есть сначала это была школа, потом колледж, французский институт, здесь вот я ходила на курсы по два раза в неделю. И я считаю, что это очень-очень важно. Нет такого, что у кого-то вот предрасположенность к языкам, и они все схватывают на лету. Нет, я не схватывала на лету, я просто ходила на курсы. То есть, когда есть курсы, у тебя всегда есть ощущение какой-то системы контроля, дедлайнов, что к какому-то дню нужно обязательно, допустим, сделать такой объем работы, что тогда-то у тебя тест, нужно подучить, поднапрячься. В конце семестра обычно всегда есть как раз тест на знание языка, и к нему ты тоже готовишься, штудируешь эту грамматику или что бы то ни было. И это все помогает тебе учиться быстрее, потому что люди, они существа ленивые, им очень сложно заставить себя что-то делать. Конечно, не все. Если вы в состоянии себя организовать, я очень за вас рада, но со мной этого не получается. У меня вот есть скрипка, например, на которой надо заниматься по много часов, канал. В то же самое время хочется как-то жить и отдыхать, и успевать делать другие вещи. И часто бывает так, что ты думаешь, ну нет, ну сегодня я уже устал, позанимаю завтра. И вот так вот это откладывается, откладывается, и всякая система пропадает. Поэтому всегда, когда меня спрашивают, как выучить тот или иной язык, я всегда говорю, идите на курсы. Если возможности такой нет, стоит все равно устроить себе какую-то систему. Будь то еженедельные занятия, например, лично с преподавателем, частно. Или выберите время на неделе в ежедневнике, вот красном напишите, что именно в это время я занимаюсь, учу, проговариваю, смотрю какие-то видео, читаю литературу, пытаюсь говорить. То есть очень важна регулярность для изучения языка. Кстати, еще один момент, почему я очень люблю курсы, это что тебе всегда есть с кем поговорить на языке, и причем человек, скорее всего, будет с тобой на одном уровне. И вообще именно говорение — это самая сложная часть. Вот знаете же, есть четыре категории. Есть письмо, чтение, говорение, понимание на слух. Вот самое сложное на курсах. Не для всех, но для большинства людей самое сложное — это именно говорить. Потому что тут как бы все вместе слагается, нужно в голове уже строить фразы, думать о грамматике. И вот на уроках есть вот этот вот момент, когда тебе учитель говорит. Говори! И ты говоришь, у тебя нет выбора. А когда ты один на один с книжкой или даже с видео, с каким-то курсом, очень сложно заставить себя говорить. Но для этого, кстати, тоже есть лайфхак. Я когда начинала учить разные языки, я всегда говорила с собой. То есть я думала, вот у меня, например, телефон. Как будет телефон по-французски? Скажу по-французски, что я держу телефон. Или я готовлю завтрак. Так, как у нас будет завтрак по-немецки? Frühstück. Или, ну короче, вот постоянно спрашивать себя, особенно повседневные вещи, как они звучат на языке. И пытаться, может быть, думать, переводить какие-то простые предложения вначале, всё время на иностранный язык и проговаривать их. Для того, чтобы это всё уже потом из вас выходило без затруднений. Какая бывает мотивация для того, чтобы учить язык? Некоторые учат язык, ходят на курсы или самостоятельно просто для того, чтобы учить язык. Потому что это прекрасная тренировка мозгов. Это очень сложные упражнения. Это требует концентрации, нужно напрягать память, нужно преодолевать страх сцены, ну, говорить и вообще общаться. То есть очень-очень много тренажёров. Это общеизвестный факт, что изучение иностранных языков очень благотворно влияет на работу головного мозга. И сам процесс, вот мне нравится сам процесс, когда читаешь, переводишь, выстраиваешь какие-то ментальные связи между словами. Для меня особенно было всегда прекрасно, что вот, например, на немецком, который последний язык, который я изучала, какие-то слова, вдруг ты понимаешь, что в русском языке точно такое же слово используется, и тебе так хорошо, и ты понимаешь источник, думаешь, интересно, почему взяли именно из немецкого или там из французского то же самое, почему это слово взяли именно из французского, в какой период. То есть мне очень нравится выстраивать вот эти вот связи. И вообще тогда весь мир, он превращается в какую-то вот одну карту, и ты понимаешь, насколько на самом деле страны, даже настолько далёкие, как Россия, Франция, Германия, как это всё связано между собой. Это очень интересно, и, конечно же, ещё одной мотивацией, причиной, и также приятным побочным эффектом от изучения иностранных языков является то, что ты начинаешь лучше понимать другие культуры, и очень много узнаёшь из истории, стран или, например, о жизни людей, то, чего ты бы никогда не узнал, просто смотря фильмы или даже читая книги, потому что очень часто на курсах обсуждаются какие-то моменты именно повседневные из жизни, и это очень интересно, и ты узнаёшь какие-то невероятные факты. Также ты начинаешь лучше разбираться, допустим, в географии, потому что, например, на французском мы постоянно обращались к карте, смотрели, где какой регион, где какой город находится, где какая речка. В общем, всё это, знаете, это даже не просто язык, это вот такая вот культурология. Если ты относишься к языку с энтузиазмом, а не так, как будто тебя кто-то заставляет, это приносит только удовольствие. Кроме того, за что я ещё любила курсы, это за то, что ты входишь в какое-то новое общество людей. У меня всегда было то, что вот эти языковые курсы — это как бы другая абсолютно сфера, другая рутина, можно отвлечься вот от привычной жизни, от скрипки, от колледжа, от консерватории и быть совершенно другими людьми, иметь возможность поговорить с людьми, например, других профессий. Мы музыканты, мы вообще живём достаточно закрытой такой тусовки, и не так часто встречаемся с людьми, которые не принадлежат миру музыки. И очень зря, потому что это также открывает немножко кругозор, ты понимаешь, что не только мы такие особенные, есть также много других сфер, и люди могут быть интересными, даже не будучи артистами, музыкантами. Кстати говоря, я нахожу много схожестей в языке, именно в процессе изъяснения на иностранном языке с музыкой, потому что ты как будто бы исполняешь слова. Не знаю, имеет ли смысл то, что я говорю для вас, но когда я играю музыку, да, я из звуков создаю что-то целое. И по сути речь — это же то же самое, потому что ты из звуков создаёшь какой-то смысл. И вот это я глубоко копаю, но, в общем, мне очень нравится этот процесс. Конечно, то, что ты чувствуешь себя лучше и чувствуешь себя другим, и возможность изъяснять свои мысли, свои чувства на другом языке при помощи других звуков — это тоже дорогого стоит. И я скучаю по курсам. Скорее бы закончилась уже эта пандемия. Я очень хочу записаться на курс, скорее всего, итальянского. На немецкий я вряд ли буду ещё ходить. Не потому что мне не нравится или что-то там, но просто я думаю, что актуальность немножко ушла. Ещё одна классная мотивация учить иностранные языки, и особенно английский, — это, конечно же, сразу же расширяющийся спектр источников информации. Потому что если вы ищете какую-то информацию в интернете, и на русском её очень мало, скорее всего, на английском, вы найдёте во много раз больше статей, видео, чего угодно по вашей теме, потому что англоязычный интернет существует дольше, людей на английском говорит в разы больше, так что источников информации сразу становится намного больше. И это особенно актуально для тех, кто учится, пишет какие-то работы. То есть можно брать источники англоязычные, и это, во-первых, вызывает уважение, во-вторых, сложнее проверить, что вы конкретно там оттуда взяли. В общем, англоязычные источники супер. Я лично обожаю смотреть фильмы на английском, или вот на французском, на немецком, на итальянском, потому что слушать голоса актёров без перевода, понимать их, даже, может быть, частично понимать, ну, можно смотреть с субтитрами всегда, но вот, например, на английском я смотрю английский язык с английскими субтитрами, потому что, ну, вы знаете, тоже английский бывает более сложный, и французский, тем более. Но сам факт того, что ты смотришь фильм, произведённый в какой-то стране с актёрами этой страны, и ты понимаешь язык, и ты слышишь все-все возможные интонации актёров, их дыхание. В общем, оригинальный саундтрек — это всегда очень приятно. Вот. Рекомендация для тех, кто только начинает изучать иностранные языки, можно смотреть YouTube, потому что на YouTube язык, он более разговорный, менее формальный, чем, может быть, в кино, а тем более в книгах. Кстати говоря, насчёт книг, несмотря на то, что я очень люблю читать и люблю книги, читать книги на иностранных языках я не очень люблю. Вот, например, на французском я читала где-то 4 или 5 книг, а на английском — ну, намного больше, но просто процесс чтения на иностранном языке, он такой медленный, и он такой сложный, потому что тебе всегда хочется перевести каждое слово, узнать, что оно значит. Ну вот из последнего, прочитанного, я читала «Call me by your name» на английском языке. Очень долго её читала, это было ровно год назад, во время пандемии. Я помню, что я здесь сидела всё время у окна и читала эту книгу. Там ещё такое настроение, знаете, Италия, лето, солнце. Вот, на французском книге я читать не люблю, потому что меня немножко раздражает, как долго при помощи огромного количества слов наносится одна мысль. Те, кто знакомы с французским языком, знают, что я говорю. В французском языке очень много непроизносимых букв и очень много бессмысленных слов, которые просто составляют грамматические конструкции. И я недавно читала книгу, и там вот просто ты читаешь и читаешь, а смысла настолько мало. Я ничего не хочу сказать против французского языка. Просто мне намного проще читать именно на английском или на русском. Вот. И кроме того, все силабюсы, то есть все мои учебные материалы в консерватории, я так или иначе читаю на французском. Так что читать на французском я могу, просто вот когда я это делаю для удовольствия, я предпочитаю читать либо на русском, либо на английском. Если речь идет о поэзии, конечно же, я предпочитаю на языке оригинала. Ну а в целом у меня нет таких вот прямо загонов насчет того, чтобы читать в оригинале. Хотя для кого-то, может быть, это станет приличной мотивацией, например, английский начать учить и прочитать Санетти Шекспира на английском. Вообще для каждого мотивация всегда будет своя. Я уже много вам причин перечислила. Это может быть и путешествия, это может быть и развлечения, это может быть даже и социализация. Например, у нас на курсах было несколько пожилых женщин, и они приходили, и мне казалось, что вот они приходят не только для того, чтобы поучить язык, а просто для того, чтобы поболтать, и в том числе поболтать с нами, с молодежью. Где еще вообще такое может произойти? Как для музыканта, для меня знание иностранных языков также очень полезно, потому что на гастролях, когда они были, было всегда преимуществом знать хотя бы английский язык, изъясняться, если что-то происходит, какие-то чрезвычайные ситуации, ты потерялся, ты не боишься, что тебя не найдут, или ты не сможешь объяснить, откуда ты, что ты тут делаешь. Также неочевидным плюсом является то, что большей части термины в нотах мы можем найти на итальянском языке, но бывают издания, а также композиторы, которые принципиально оставляют, например, свой родной язык, и встречаются такие ноты, где термины указаны на французском или на немецком. Это особый шик, когда дирижер спрашивает оркестр, а вы знаете, что такое штренгент? И ты такой, да, я знаю, и отвечаешь, и это просто... Я никогда не забуду, был такой момент на оркестре в колледже, где наш дирижер спросил, кто-нибудь знает, что такое, я не помню, какой там был термин, по-моему, также что-то на немецком, и он спросил, тот, кто ответит, тому зачеты до конца года, и мне было так обидно, что я не знаю. Вот вам мотивация учить немецкий язык. Можно блеснуть знаниями и больше никогда не ходить на оркестр. Ну и, конечно, причина, без которой мой канал просто не мог обойтись, изучение иностранных языков, это билет к учебе за границей. Ребята, если у вас возникает такая мысль, в каком бы возрасте вы не находились, даже если вы еще учитесь, в школе или только в колледж поступили, первое, самое первое, что вам нужно сделать, это выучить язык той страны, в которую вы собираетесь ехать, начать учить этот язык, по крайней мере. Запишитесь на курсы и начните учить язык. Если вы в итоге никуда не поедете, ничего страшного, будете умнее, мост будет работать лучше, но не откладывайте это в долгий ящик. И, пожалуйста, не думайте, что, приехав в среду, этот язык сам как-то вам в мозг впитается, и вы заговорите. Так не происходит. Я давно здесь нахожусь, я наблюдаю за разными людьми, которые приезжают без языка. Само по себе этого не происходит. Нужно записываться на курсы, нужно учить язык. Я как раз в видео про дружбу на расстоянии, про общение на расстоянии и поиск новых друзей в Европе говорила о том, что это принципиально важно. Понятное дело, что для учёбы, собственно говоря, на иностранном языке, но даже если учёба происходит на английском языке, проводить время с новыми друзьями, общаться, знакомиться, знакомиться, люди недооценивают, насколько это на самом деле важно, а это важно. Важно попытаться в новой стране стать частью культуры, частью общества, пытаться говорить, уметь говорить, уметь изъясняться и как-то постоять за себя. Мы с вами уже обсуждали, что именно консерватории за счёт своей артистической специфики зачастую не требуют сертификат об изучении иностранного языка, но вот, например, во Франции требовался, а в Бельгии нет. Но всё равно педагоги не любят, когда ученик говорит на английском и проходит один год, два, три, и он так и не выучил язык и даже не попытался. Так что, пожалуйста, ещё раз, музыканты, если есть хоть малейшая мечта и хоть раз вообще задумывались о том, что хотите куда-то поехать, в ту же Германию, в Бельгию, начните учить язык, потом уже начните готовить свою программу, связывайтесь с педагогами, и тогда у вас всё сложится. Потому что, когда вы переедете в новую страну и начнёте учиться, у вас будет столько различных задач и проблем, что незнание языка, оно только всё будет усугублять, потому что будете страдать от одиночества, от непонимания, от того, что не все будут с вами добры и приветливые из-за того, что вы заставляете их постоянно переходить на английский. И теперь хочу вам рассказать о том, каково мне живёт с трилингвальностью. Ежедневно я пользуюсь тремя языками. Это русский, французский и английский. На русском я, по большей части, разговариваю со своими друзьями из России, со своей мамой каждый день. И я много смотрю видео на ютюбе на русском языке, читаю, разумеется, инстаграм и всё такое. На английском языке также я смотрю ютюб. В настоящий момент для меня даже нет большой разницы, я смотрю видео на английском или на русском. Но также на английском я очень много общаюсь именно каждый день со своими друзьями, потому что в Брюсселе есть ребята, с которыми, ну вот, на английском языке мы общаемся. Кстати, они знают французский, но просто так иногда бывает, знаете, когда есть выбор, иногда ты выбираешь то, что тебе просто комфортнее и проще. На английском языке проще общаться. Там нет таких сложных словесных конструкций, как в французском. То, что я говорила вот про книги, про то, что всё так длинно, и что нужно выстраивать именно грамматику. С английским всё проще, он такой лаконичный и доходчивый. И третий язык, который я свободно использую в общении каждый день, это, конечно же, французский. На французском я учусь, общаюсь со всеми преподавателями, часто пишу имейлы, отвечаю на имейлы. Также, естественно, ребята, французы и бельгийцы, с которыми мне приходится как-то коллаборировать, если, например, в камерном ансамбле мы общаемся на французском. Кстати, на французском я ещё и преподаю многим своим ученикам, и это тоже такой челлендж, но сейчас у меня нет никаких проблем и с преподаванием в том числе. Это, наверное, самая сложная часть, потому что на уроке нужно постоянно говорить, и речь должна прямо литься, литься, и чтобы это было убедительно. В общем, этому тоже пришлось поучиться, но сейчас вроде как всё хорошо. Теперь о том, как мозг реагирует на такие переключения. Реагирует он не очень хорошо. У меня бывают такие дни, когда нужно прям переключаться очень часто. Последний раз было очень сложно, прям мозг перегревался, когда я была в такой компании людей, где были и русские ребята, и ребята, которые на английском говорили, и на французском, и нужно было постоянно переключаться, но буквально каждое предложение было на разном языке, и я прямо чувствовала, как черепная коробка немножко взрывается, потому что, конечно же, ну, сложно, бывает сложно переключаться, потому что три разные языковые группы, ну, слова абсолютно разные, не похожи, и бывает непросто. Начиная по телефону разговаривать с кем-то, по-русски даже, да, казалось бы, родной язык, но весь день я говорила на французском, и первые пять минут происходит какая-то перестройка, то есть как будто бы в мозге есть такие три реки, и вот нужно войти в этот поток языковой, для того, чтобы говорить складно, быстро, ну, как-то без запинок, не забывать слова. Вы можете себе представить, что я могу вообще легко забыть слово из своего родного языка? Могу вот просто тупить так и думать, а вот как это будет на русском? Ну, бывает такое, то есть это вот, когда вы встречаете кого-то, кто живёт за границей, и они там, как это по-русски? Они, правда, скорее всего, забыли, потому что мозг, он вот, он очень долго был направлен вот в ту реку, например, в английскую, и ему сложно вернуться в ту, вот в другую, в русскую, то есть тут всё зависит от того, какой язык чаще используешь, больше в течение дня, но всё равно это того стоит, и это очень здорово, иметь такую мультизадачность и возможность с разными абсолютно людьми коммуницировать, вне зависимости от того, знают они французский, не знают, вот, и я бы хотела, чтобы немецкий, итальянский и все другие языки, у меня тоже когда-нибудь были на таком свободном уровне, когда ты вообще не задумываешься и начинаешь говорить. Кстати, меня спрашивали, вот каждый новый язык, который я изучаю, идёт он проще или сложнее? Говорят обычно, что каждый новый язык для человека, который уже знает несколько иностранных, должен быть проще, но это не так, к сожалению, это не так, потому что не то, чтобы у меня было ограниченное количество памяти в голове, но это правда, что очень сложно к трём, к четырём языкам добавлять ещё и ещё слов и значений, и действительно запоминания, например в немецком, я чувствовала, что моя память, она просто отказывает, потому что в немецком сложные слова, в немецком неочевидные слова, они бывают очень длинные, из нескольких корней, и память, она немножко подводит, и мне было прям сложно заучивать некоторые моменты. С другой стороны, конечно же, когда ты изучаешь очередной язык, тебе уже проще с нуля разбирать грамматику, потому что всё-таки грамматика между многими языками, она перекликается, например, немецкая грамматика перекликается с русской грамматикой, а французская перекликается, конечно же, с итальянской, то есть ты находишь эти связи, постоянно ищешь схожести, и относительно этого тебе проще ориентироваться. Но вот у меня, может быть, это какая-то моя особенность, но мне каждый новый язык даётся немножко сложнее в плане запоминания. Мне проще преодолеть какие-то барьеры в плане говорения, потому что уже много раз такое было, что я начинала учить язык, и мне нужно было проходить эти этапы, но сложно, например, именно в плане памяти. В общем, какой итог? Дорогие друзья, вне зависимости от того, поедете в будущем учиться за границу или нет, я считаю, что сейчас всем необходимо знать по крайней мере английский язык. Это поможет вам намного расширить горизонты, намного расширить количество источников информации, будь то YouTube, подкасты, книги, видео, статьи. Это сейчас очень важно для путешествий, для гастролей, для того, чтобы не чувствовать себя дураком, что ты даже не можешь ответить, должен на пальцах где-то изъясняться, в аэропорту, где-то, в отелях. Это всё очень важно, и сейчас без этого уже никуда, в том числе в интернете. Самое главное правило для изучения иностранного языка это регулярность. Создайте себе рутину, запишитесь на курсы или выберите время на неделе, когда вы точно, без каких-либо оправданий занимаетесь иностранным языком. Найдите себе источник информации, который для вас ближе. Кому-то больше нравится читать на иностранном языке, кому-то нравится слушать, смотреть видео, кому-то нравится слушать радио, например, немецкое. выберите один медиум, который вам нравится и используйте его именно для пассивного погружения в язык, потому что вы же знаете, у нас есть активное изучение и пассивное. Можно сидеть слушать и всё равно что-то ухватывать и натренировывать свои уши. А можно активно говорить, активно писать. Всё это важно и здорово. Просто будьте креативными, если у вас есть мотивация, помните о том, зачем вы это делаете, помните, что никто вас не заставляет учить язык, и даже если вам нужен язык для того, чтобы куда-то попасть, думайте о том, куда вы собираетесь. Например, собираетесь учиться во Франции, думайте о Париже, о французских этих балкончиках, о круассанах, то есть всегда должна быть какая-то мотивация для того, чтобы что-то делать, но если вы делаете это для удовольствия, ну, я просто очень за вас рада, потому что изучение языков это очень здорово, и я хочу, чтобы со мной это было всегда, никогда не буду останавливаться, и буду пополнять свой словарный запас лексикой из разных европейских языков, а в настоящий момент у меня большие планы на итальянский, и если хотите, я с удовольствием покажу вам, как я организую свои записи, как я учусь наедине с собой, могу снять для вас еще одно видео в формате Study with Me, но уже по иностранным языкам покажу вам свои лайфхаки и свои записи. Это все, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось видео, пожалуйста, оставляйте комментарии, какие языки вы уже знаете, можете говорить и какие вы хотели бы выучить. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить видео о моих записях, заметках, которые я делаю во время изучения иностранных языков. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok